В китайском Сиане в рамках 11-го международного кинофестиваля «Шёлковый путь» проходит неделя Узбекистан-Самарканд. Как китайские зрители восприняли новинки узбекистанских режиссёров, выяснили мои коллеги. Целых 8 кинолет привезли на кинофестивали из Узбекистана. Среди них исторический художественный фильм, посвященный миру Самарканда, знаменитам, поководству, по хадеру Ялангтошу, жившим в конце 16-го первой половины 17-го столетия. Специалист отдела по международным отношениям генства гинематографии Узбекистана Сайора Худайбертиева выразил верность в том, что китайскому зрителю и это, и другие представленные в Узбекистане картины будут понятны и близки. Я не думаю, что барьеры есть, ведь узбекский зритель очень хорошо знаком с китайским кино. Барьеров ведь нет. Теперь обратно. Теперь мы хотим свои фильмы, чтобы дошли до китайского зрителя. Единственным барьером, мне кажется, это только языковой. Но современные технологии, когда можно сделать дубляж или субтитры, они помогают решить эту проблему. А фильмы, которые мы и представили, и которые мы снимаем вообще в Узбекистане, они на общечеловеческие ценности. То, что волнует и у нас в Узбекистане, и в Китае, и во всем мире. Это тема добра, любви. Это тема победы добра над злом. Мы стараемся, чтобы люди выносили позитивные ощущения после наших просмотров фильмов. Фильм про богатыра Яртуша стал первой узбекской лендой. Бонусы созданы с помощью виртуальной продакшена StageCraft. Этот фильм снят полностью, абсолютно на все 100% с помощью создания технологии StageCraft. То есть это технология виртуальной студии, 3D-студия, где с помощью мониторов и компьютерной графики, с помощью применения технологии к кинокамерам VR, виртуальной реальности, были сняты все эпизоды этой картины. Действительно, это не малобюджетная история. Но, тем не менее, я бы сказал другое. Применение виртуальной студии внутри павильона позволило сэкономить на строительстве множество других массовых декораций. И я могу сказать с уверенностью, что бюджет фильма, благодаря правильному применению этой технологии, сократился в несколько раз. Это такой полезный фактор. Зрители говорят, что визуальные эффекты действительно впечатляют. Кроме того, очень интересно, по их мнению, обыгранной культурной особенности страны. Это правда потрясающе. Качество, спецэффекты, всё очень здорово. В этом году представлено довольно много фильмов, и этот я бы среди них особенно выделил. Это такое интересное сочетание древней культуры и современных технологий. В последние годы многократное сотрудничество между Китаем и Узбекистаном постоянно укрепляется. Это касается и культурных обменов. С 15 по 25 сентября в кинотеатрах города Сиан можно посмотреть более 120 кинолент со всего мира, в том числе и снятые в Узбекистане. Владимир Мин,田浩, CGTN